МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что же, для тех, кто хочет стать участником или еще находится в раздумьях? Сейчас мы все подробнее по полочкам-то объясним и расскажем. Артем, что за мероприятие такое? Граунд-зиро 2017. Давайте начнем с самого начала. Как оно переводится? Очень зажигательное видео, прям танцевать хочется. Рад, что вам понравилось. На самом деле мы долго-долго обсуждали и готовили это видео. Тоже сложности в Ханты-Мансийске с качественными видеоинженерами, к сожалению, но мы все-таки смогли это сделать. Что за мероприятие такое? Автомобильная выставка, на которой будут представлены достижения автомобильного искусства, так скажем, автомобильное старение от местных и окружных умельцев, так скажем. Так, ну вот, граунд-зиро. Это переводится как... Точка отсчета. Точка отсчета. Это первое мероприятие. Первое мероприятие именно такого формата. Потому что в 2015 году была уже автовыставка проведена в Ханты-Мансийске. Как говорится, был задел положен на всего этого дела. В этот раз мы планируем намного более масштабные мероприятия провести. Совсем иного формата, так скажем. А чем будет отличаться конкретно эта выставка от той предыдущей? Ну что-нибудь, какие-нибудь секретики расскажите. На этой автовыставке планируется проведение ярких, эмоциональных, мощных шоу с участием в том числе танцевальных коллективов. Будут приглашены больше участников с округа в том числе. Ну и, соответственно, призы будут уже совсем другого объема и ценовой политики совершенно. То есть у нас в этом году запланировано много... Точнее, именно на этом мероприятии запланировано привлечение спонсоров. Соответственно, и призовой фонд будет большой. Итак. Вот об участниках. А кто может стать участником? У этого человека должен быть какой-то особенный автомобиль, который должен чем-то отличаться. Или вот может быть Алена с ВАЗ-2104 продует карбюратор, да приедет. Если у Алены ВАЗ-2104 с турбиной на развале... А у меня с турбиной. И на развале? И на развале. С юбочками и хорошим стайлингом, то я думаю, Алена имеет право полное показать данное авто на весь город, на весь округ. А кто-то уже заявился из других городов? Из других городов пока лишь одна машина. В основном наши, наши местные люди. Так, наши, те, которые люди участвовали в выставке в 2015 году, какие-то новые люди прибавились? Пока, да, кстати, есть один новичок у нас, из уже заявившихся один новичок есть. Он специально готовит, хотя нет, даже двое, специально готовят машины в классе русский стиль. Это машины советского производства, наши российские машины, готовят специально под выставку. Так, ну вот навскидку, в каких номинациях можно будет поучаствовать, если, ну если не помните все, хотя бы вот несколько номинаций. Русский стиль. Русский стиль, внедорожники, тюнинг, стайлинг и ретро. И ретро. А если у меня мотоцикл? Вы можете спокойненько привезти его, поставить, и мотобратья нас тоже посетят. А велосипеды? Да, мотоциклы, а самокаты? Мы, кстати, планировали привлечение байк-сообществ, так называемых, BMX и фрирайдеров. Посмотрим, что получится. Итак, давайте резюмируем. Где, когда состоится мероприятие и куда отправлять заявки на участие? Мероприятие состоится 27 мая. Начало с 12 часов, регистрация с 10 часов. Состоится оно на стояночке перед Ледовым дворцом спорта. Можно заявки отправлять мне в личку, либо специально созданная группа. Для этого Ground Zero 2017 по автовыставке. То есть любой желающий, мальчик, девочка, тетенька, дяденька, самокат, ролики, мотоцикл, все могут принимать участие. Абсолютно, без разницы. Самое главное соответствовать требованиям регламента, который там размещен. Ну что же, всю информацию вы найдете в социальных сетях, ну, либо лично поговорите с Артемом. На этом мы говорим вам, конечно, желаем вам доброго утра, говорим вам спасибо. Встретимся весной 27 мая. Ну а с вами же мы не прощаемся. Увидимся через 2, а может и 3 минуты. Субтитры создавал DimaTorzok